Скажем пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. И начнем мы с... ну, не продолжает, не успевает, точнее, затихнуть ажиотаж вокруг этого интервью, которое Такер Карлсон взял у Путина. В принципе, уже пазл складывается. Из чего? Ну, я не беру отдельно кучу мемов, которые породило это интервью, в плане того, что на него отреагировали даже некоторые президенты. Например, президент Монголии опубликовал исторические карты Монголии, где Восточная Сибирь, это их территория. И даже можно... ну, у меня, например, возник, я когда смотрел на эти карты, возник вопрос, что Монголии теперь надо с Китаем разбираться об исторических территориях. С Россией понятно, там Китай претендует на Восточную Сибирь, теперь Монголия, оказывается, это ее исторические территории. А вообще, он, конечно, молодец, надо отдать ему должное президенту Монголии, он опубликовал карту, где Золотая Орда аж до границы Европы простиралась. Когда-то в свое время, так это тоже вопрос к Путину такой, это тоже историческая справедливость, то есть надо Москву вернуть под Золотую Орду, примерно так. Так вот, по поводу... Таггер Карлсон дал интервью у себя уже дома, в Соединенных Штатах Америки, в котором сказал, что Путин... Что он привез особое послание под Путина. И Таггер добавил, что разговор был не под запись, однако содержание разговора не раскрыл. Он, скорее всего, передаст его тому, кому оно предназначалось. Ну, а мы с вами попробуем порассуждать. Скорее всего, вот это интервью, которое было публично представлено, это легенда специальной информационно-психологической спецоперации. То есть, интервью и не должно было, скорее всего, нести какой-то смысловой нагрузки, главное было отвлечь внимание. Такгера пригласили в Москву, скорее всего, пригласили в Москву для передачи устного послания. Кому оно может быть адресовано, если, допустим, ЦРУ и СВР, служба внешней разведки России, общаются на уровне директоров. Мы знаем, что они за эти два года проводили встречи на нейтральной территории, в третьей стране. Они могут общаться и с помощью спецсвязи. Обычно так бывает, канал коммуникации через разведки, через спецслужбы, он всегда существует. Но мы знаем также, что Белый дом принципиально не разговаривает с Путиным, дабы не вернуть ему даже толики легитимизации на международной политической арене. И тогда логика действий подсказывает нам, что послание предназначено человеку, который влиятельный в Соединенных Штатах, но сейчас не имеет доступа ни к спецслужбам, ни к каналам спецсвязи. Скорее всего, это Дональд Трамп. О чем, видите, Такер не раскрыл содержание этого послания, но также понятно, что, скорее всего, он его передаст. И дальше посмотрим, как будет развиваться реакция на это послание. И также он заявил, что из всего интервью Такера можно выделить два момента. Первое, это то, что на вопрос журналиста, почему Карлсон так и не выяснил причину нападения Рашистской Федерации на Украину, Такер ответил, что я начал с этого вопроса, но Путин прочитал мне 30-минутную лекцию по истории. Вот так он отреагировал. Это первое. И второе, Такер заявил, что Путин готов пойти на серьезный компромисс в отношении Украины. О каком компромиссе идет речь, он не уточнил. Вот такая вот... Но я не вижу, допустим, здесь каких-либо возможностей компромисса со стороны РФ, Потому что, допустим, из заявления главы норвежской разведки, военной разведки, Россия сегодня имеет более сильную переговорную позицию, чем даже год назад, заявил глава разведки Норвегии. Россия может мобилизовать примерно втрое больше войск, чем Украина, А также пользуется военной поддержкой со стороны Ирана, Белоруссии и Северной Кореи. Поэтому Украине нужна помощь Западу, от Запада точнее, чтобы переломить ситуацию. Кроме того, глава разведки Норвегии заявил, что и Китай поставляет России товары двойного назначения, Машины, транспортные средства, электронику и запасные части. Ну, возможно, и под гарантией Китая идут боеприпасы и оружие от Северной Кореи. Так что, ну, о каком компромиссе со стороны Путина может идти речь, даже не пойму. Ну, посмотрим. Я думаю, что все тайное все равно рано или поздно становится явным. Поэтому мы услышим, если не от Такера, то мы услышим от других представителей политического истеблишмента Соединенных Штатов или спецслужб США, какое же послание Такер привез в Соединенные Штаты и кому он привез это послание. Далее наш институт, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, он проводит изучение тех видов боеприпасов, которые и средств нападения, которые применяются по территории нашей страны. Одни собрали обломки и пришли к выводу, что 7 февраля во время нанесения ракетного удара Рашидская Федерация применила новую гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия, заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Обломки ракеты 3М22 обнаружили в Днепровском районе города Киева, где была повреждена линия электропередач. Похоже, ЛЭП не была целью «Циркона», ракету сбили, и поэтому она отклонилась от своих, от тех координат, которые были введены в нее, и ударила в районе, упала, точнее, в районе ЛЭП. Ракета это противокорабельная, ракета экспериментальная, она, кстати, очень противоречивая, потому что она не прошла полный цикл испытаний. В 23-м году ее, в прошлом году, пытались принять на вооружение, ну, вроде как приняли на вооружение, но при этом в серию она не была запущена. Так что, видимо, это было, как бы, из числа экспериментальных ракет проведено очередное испытание уже в боевой обстановке. Работа ракеты, заявленные ее тактико-технические характеристики из открытых источников, это дальность пуска 1500 км, масса боевой части 300-400 кг, то есть точных данных нету. Скорость ракеты должна достигать 8-9 махов, так как она заявлена как гиперзвуковая. Ну, она чем-то похожа на гибрид, ну, как говорят, смешали кинжал и P-800 Onyx. Вот гибрид двух этих ракет что-то пытались выявить среднее. Ну, и самое главное, то, что ракета не соответствует заявленным характеристикам, и ее можно сбивать. А раз ее можно сбивать, значит, ее скорость меньше, чем 2000 км в час. То есть, это предельные возможности комплекса Патриот. То есть, очередная попытка напугать нас какой-то новой вундервафлей не увенчалась успехом. Полный провал. Ракету сбили, да, она нанесла определенный вред. Своим падением. Слава богу, никто не пострадал от падения этой ракеты. Но самое главное, что она не запущена в серию. Под огромным вопросом ее постановка на вооружение. И, соответственно, попробовали, не получилось. И для нас это очень даже хорошо. Ну, и не могу уж пройти мимо заявления Илона Маска, который, ну, вы знаете, он такой, он сторонник Трампа, Дональда Трампа. Очень ярый сторонник Дональда Трампа. И, тем не менее, он высмеял интервью Такера с Путиным. И, ну, Такера он, конечно же, не высмеивал. Понятно, Такер был интервьюером. Проводил это интервью. И, но он высмеял Путина. Он в своем твиттере написал, ну, это сейчас называется социальная сеть Икс. Он выставил публикацию со следующим текстом. Господин Путин, почему вы вторглись в Украину? Это, типа, вопрос. И тут же ответ. Я к этому подхожу. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинцинати застрелили гориллу. Ну, и дальше троеточие, как продолжение этой истории. То есть, как когда-то говорил Михаил Жванецкий, что тронь комбайн, чтобы он чище косил, так надо историю с выстрела Авроры переписывать. Была у меня когда-то такая фраза. Вот то же самое хотел Илон Маск сказать своей шуткой. Про причины вторжения Путина в Украину. Но, в нашу страну. Но Илон Маск ведет активную антиукраинскую деятельность в плане того, что он призвал представителей Республиканской партии в Нижней Палате Конгресса Соединенных Штатов, в Палате Представителей, не провалить голосование за законопроект о выделении нам финансов для оказания военно-технической помощи. Вот такая вот. Хотя, очень удивительно, потому что тот, чьим сторонником является Маска, именно Дональд Трамп, сам даже сказал, что надо выделить помощь. Мы вчера об этом с вами говорили, поменял свою точку зрения, что помощь надо выделять, иначе Соединенные Штаты могут оказаться в плохом свете предстать перед мировой общественностью и вообще на геополитической мировой арене. Ну, посмотрим. Надеюсь, что Палата Представителей не отреагирует, республиканская ее часть не отреагирует на эти заявления. Тем более, что сенаторы проголосовали за прекращение дебатов по законопроекте и отправили этот уже законопроект, проголосованный сенатом и, можно сказать, утвержденный. Хайдатайство поддержало 66 сенаторов при необходимых минимально 60, против выступили 33 всего лишь сенатора. И сейчас они отправили это в Нижнюю Палату для того, чтобы... Это основное голосование. И, например, представитель сената Чак Шумер заявил, что сегодня мы заставим Путина пожалеть о том дне, когда он решился обжаловать лидерство Америки. И это с такими словами провожали законопроект из Сената в Палату Представителей Конгресса Соединенных Штатов. Там есть главное препятствие. Это спикер Нижней Палаты Джонсон, который выступает категорически против этого законопроекта. Но на сегодняшний день есть вариант обойти. И он уже сделал заявление, что он раскритиковал этот законопроект и сказал, что он, скорее всего, не будет его ставить, выносить в сессионный зал на голосование. Но у них есть процедура, если спикер Палаты представителей откажется выносить проект на голосование, то это можно сделать без него, применив Dischange Petition. Такую процедуру. Но для этого нужно иметь 218 голосов в Нижней Палате Конгресса США. Посмотрим, как это будет выглядеть и что удастся. Но мы ожидаем, что этот закон, какие-то сведения о его голосовании или о сроках про его постановки на голосование будут известны уже до конца этой недели. Так что набираемся терпения и ждем. Надо отметить, что потихонечку идут же мероприятия по подсчету ущерба, нанесенного Российской Федерацией нашей инфраструктуре. Как и говорилось с самого начала, с первого дня войны, что Россия заплатит за все. За каждый разрушенный дом, за каждый разрушенный объект, за каждого убитого или покалеченного украинца. Ущерб на сегодняшний день уже только инфраструктуре Украины оценивается на сумму в 155 миллиардов долларов США. По состоянию на январь 2024 года в результате боевых действий и обстрелов повреждено и разрушено более 250 тысяч жилых домов. Больше всего в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Разрушены или повреждены 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 государственных предприятий. Вот такой ущерб. И дальше сумма растет, дальше все это документируется, все это обсчитывается. И это все будет выставлено в качестве счета для оплаты со стороны Российской Федерации. И еще Варшава принесла извинения Украине за инцидент с грузовиками на границе. То есть за глумление над зерном, которое высыпали польские фермеры на асфальт, потом накрывали там это флагами Евросоюза. Это министр сельского хозяйства Польши, уровень, обратите внимание, принес извинения украинской стороне. Тем фермерам, которые непосредственно принимали в этом участие, то есть высыпали зерно на асфальт, грозит до 5 лет тюрьмы. Польская полиция сейчас ведет досудебное расследование этого инцидента. Сила санкций. Пару новостей из Запорибрика. Сила санкций. В Российской Федерации начали массово выходить из строя иностранные серверы и системы хранения данных. Кстати, я напомню, что в 23-м году Российская Федерация обращалась к Китаю официально с просьбой взять на свои серверы базы данных для хранения информации из серверов Российской Федерации. Китай отказал. Спрос со стороны российских компаний в 23-м году на ремонт жестких дисков, ленточных приводов и контроллеров материнских и других компонентов зарубежной вычислительной техники вырос в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Так что худо-бедно, но санкции работают. И где теперь Россия будет хранить свои данные, это огромный вопрос. База данных может слететь в любой момент. Цыпятся серверы, требуют замены, а санкции не дают покупать новые комплектующие или новые серверы. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блоку будет заявление о британской разведке. Точнее не заявление, а информация от британской разведки. Так вот, будут служить до смерти, пишет британская разведка о намерении властей Российской Федерации увеличить срок службы до 65-70 лет. Продолжительность жизни российских мужчин в 2021 году составляла в среднем в 64,2 года. Таким образом, данная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт. То есть, те, кого отмобилизовали, если продлят, то будут служить даже больше, чем средняя продолжительность жизни. До 65-70 лет. Хотя эта мера, вероятно, уменьшит необходимость в дополнительной мобилизации, увеличение числа военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боевую эффективность Российской Федерации. Особенно в активных атаках отмечается в разведобзоре Министерства обороны Великобритании. Вот такая вот довольно интересная цель. То есть, они решают вопрос нехватка. Я говорю, что нехватка. Как бы там ни писали в комментариях адепты русского мира, что у них все хорошо и в очереди стоят в военкоматах, тем не менее, вербовка иностранных наемников говорит о том, что не могут военкоматы обеспечить необходимое количество личного состава. Попытка властей увеличить возраст для мобилизованных, то же самое говорит о том, что просто не отпускать тех, кого уже мобилизовали, пусть служат до гробовой доски, как говорится. Так что ситуация ухудшается, а мы же понимаем, что падает качество. Падает качество военнослужащих и, соответственно, падает боеспособность войск на поле боя.